Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 836. События дня. Псалом 40-й, 12-й, 13-й стих. «И с того узнаешь, что ты благоворишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь перед лицом твоим навеки». Всё, дальше. Роман Фроликов. За 29 марта попало туда. «Те, кто принял мои обличения на себя, я увидел самого себя. Я обличал самого себя». Вот так. Тут насчёт того, что надо будет благовестником говорить, а Роман нападает и трогает всех, а они обороняются от него. Валентина Сортисон. «Роман, в своих обличениях ты неоднократно ясно указывал на определённого человека. А теперь пишешь какую-то непонятную глупость. Как понимать?» «Обличал самого себя. Ну там-то ты прямо нападал на кого-то». «Помоги тебе, Господь, Роман». Юрий Соболев. «Размышляю всё, Игнает Тихонович, о ролике про ваши гонителей. И вот на самом деле получается так, как вы говорите и как говорит Бог Моисея. Исход 23-22. «Если ты будешь слушать Глаза Его и исполнять всё, что скажу, то врагов буду, врагов твоих и противников твоих». «Видишь, говорит, как говорит, мне бороться-то не надо. Господь здесь, потому что слушаю Глаза Его истеченописанием. Исполнять всё. Всё, и Он, Господь, расчищает дорогу. Мне не приходится их трогать. Вот я говорю, вернулся из заключения ни прокурора, ни следователя, все уже ушли. Фильм снимали в это время три священника. Знатные такие звания, метрофорные, с отверстием. Никого нету. Просто расчищена дорога, воевать не с кем. Не может же быть столько случайных совпадений в вашей жизни, будто бы некая невидимая сила расчищает перед вами путь». Вот он это понимает. Игнатий Лапкин. «Сказанные слова кем-то в прошлом веке читают люди и потом говорят. Мы нашли про вас. Написано было ещё до Первой мировой войны. Строгородский Сергий, Тарабич и прочее». Вот мы едем дорогой, а нам сбрасывает там один протеерей и говорит, «Вот я сейчас читаю Священное Писание. Я более вас потрудился, более в гонениях. Я никому не могу это применить, только к вам. А мы в дороге едем». Он читает Писание, а видит нас перед собой. Почему? Ну, в самом деле, какое я слово не возьму, оно по мне проехалось. Оставило рубцы, язвы, незаживающие раны. А у этих-то ничего нету. Нету. Ну, пошёл там в семинарию, научился глупостям защищать любое беззаконие, безумие. И мы сейчас увидим. А для чего это ставить? Это письма. Это история. Посмотреть, как мы приближали погибель к себе, люди. Им говорили, как говорится, «Знаете, был среди вас пророк». Господь говорит, пророки говорили, так что убивали, убивали. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Кого? И одно из знамений этого, что гонение, гонение там всё, на меня столько ролики составляют, там свет Христов, то есть из ада пламень бьёт, и это свет Христов для них. И ни одного слова правильного не говорят. Почему? Дети лжи, дед дьявола, он лжец и клеветник, и убийца. Мы в самом начале, когда начали только пробивать путь к регистрации общины, то пожелали местную обсерваторию отнять, ибо там была церковь. Вот так. Обсерватория, что такое? Не знаю. Ну, где за звёздами смотрят, за луной, телескопы там. Но как её название? Не знали. Не знали. Нигде, ни в архивах, нигде не было известно. Как называлась та церковь? Небольшая, в меланжевом кабинете, в парке. Свою знали, что крестово-звишенская. И потом оказалось, что та тоже была крестово-звишенская. Вот что удивительное, и старообрядческая при том. И настоятель был там Игнать Тихонович. Вот это, чтобы найти Игнатья редко, а чтобы Игнатья Тихоновича вообще не встречает. И вдруг из архивов узнаём. Не просто много, но сплошной чередой. Вот эти вот вещи, вот говорит Сергий Старогородский, в особые моменты, там Бог выдвигает людей. Давай маленько прочтём. И что столько клеветников с трупным ядом вокруг моей колокольной пакости вытворяет, это тоже что-то значит. Уже выкинул более 5000 таких. Вот так. Более 5000 таких. Я сейчас маленечко покажу. Вот сюда вот зайду, а ты быстренько помоги мне. Сергий. Вот здесь вот где-то АБВГД. Сергий Митрополит. Сергий Митрополит. А, это не этот. Это не этот Митрополит Сергий. Мне Старогородского надо. Сергий Митрополит. Так. А здесь где нету? Ну, тогда Старогородский надо найти. Старогородский. Ну-ка, найди. Вот он. Вот это вот? Нет, вот, вот, вот. Вот считай. Кавычки открыты. Подобно тому, как Древнему Израилю посылает Господь судей и пророков, так и в церкви своей в моменты чрезвычайные, Он обычно посылает людей исключительной благодатной одарённости, кабы пророков, сильных духом и верою. У тебя как-то вот одарённость, а дальше стива-то полностью исчезает. Одарённости. Прямо врезай, чтобы иначе непонятно будет. То есть, Он говорит об этом Древнему Израилю в моменты чрезвычайные. Он, Бог, посылает этих людей исключительную благодатную одарённость. То есть, не Его это всё. И как бы пророков. И дальше... Не имея официального назначения, эти люди самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других. То есть, никак от них не зависло ни образования, ни должности. Но это предводительство не имеет официального характера, не является установленной в церкви должностью и не всегда держатся в служебных рамках. То есть, оно не так. Оно обличительное в словах. Как восстановить разрушенность? Сегодня чуть не так. Всё. Я всё бросил. Ещё я буду там мёртвым молиться, некропилия там и прочее, просят собирать. Всё. Рухнул. Чуть-чуть только тронули. У-у-у. Православие не так. Он пошёл куда? Опустился в бездну. Ты видишь, не так было, не так и в Израиле. Но они боролись, пророки. И снова скиния восстанавливалась. Дальше. Как и всякое пророчество, оно есть личный подвиг таких людей. Дело их личной внутренней духовной предприимчивости и ревности о Боге и Церкви Божией. Кавычки закрыты. Митрополит Сергий Строгородский. То есть, лично, внутренне, это у него внутри всё созрело. Духовной предприимчивости, то есть, рамок не держится. Ему не надо, что там вот, а вот не положено, говорить, нет. И ревности о Боге и Церкви Божией. И мне говорят, и так понятно, что это, я только осталось прочитал, я понимаю, это обо мне говорится. Ну уж вы как о себе. Ну, ты не понимаешь, тебе не надо. А вот теперь дальше. я опять же здесь зайду. Тарабище надо найти. Вот так, да? А это тут? Ну, не знаю, какая-то из них. Вот три части тут. Ну, так это сейчас только это, мы же не это. Ну, в том документе это то же самое было, там тоже было и про тарабище. Ну, что он говорит, тарабище-то? Тарабище. Считаем. Первое. В народе, живущем далеко на севере. Ну, о ком-то он говорит. Живущем далеко. Ни на юге, ни в Краснодаре, нигде там, ни в Севастополе. Появится маленький человек. То есть, как маленький, и ростом, и всем он никому не нужен. Который станет учить людей любви и сочувствию. Это третье качество. Это пока дальше. Но вокруг него будет много лицемеров. Вот такие у нас были, потеряевки везде. Поэтому ему будет очень трудно. Очень трудно. Пятое качество. Что никто из тех лицемеров и знать не захочет, что такое истинная благодать. В церкви, именно никуда от церкви не отходить. Да вы знаете все, как вы можете тут быть, вроде иди там баптистом или где-то. Нет. Седьмое. Но от того человека останутся мудрые книги. Ну даже есть какое. Какие книги? Не одна книга, а книги. И мудрые книги. И дальше... Восьмое. И все сказанные им слова. Девятое. И позднее люди увидят, что обманывали себя. Митар Тарабис. И мне сколько раз говорили, а мы нашли про вас сказанное. А почему не сказали, что это написано про такого-то сегодняшнего, про Осипова? Ну, во-первых, не на севере, а потом знатный. Ну и дальше, да, особых рамок придерживаются. У него шагу не шагнется, чтобы обличить. Дальше. Марина Хэ. Я иду вперед, и мне тяжело вырывать ее из общества. То есть речь идет о дочери. Ради Бога и ради спасения души я готова на все. Хоть очень страшно. Ответственность за Полину меня во многом останавливает. Понимаю, что с такими мыслями Господь может у меня ее забрать. То есть ты думаешь, она тебе мешает идти за Богом? То есть Господь убирает таких. Иоанн Креститель закрывал своим авторитетом Христа. Господь убрал его и все. Но не имею ли я право оставить дочь на растерзание неверующих? Помолитесь за нас. Эти мысли меня пугают. Но даже статистика показывает, что конец близок. И если сейчас об этом не думать, то когда? Если я в прелести или схожу с ума, поправьте меня ради Христа. Игнатий Лапкин. Напротив, так и должно мыслить. Ибо если родители не учат боговедению, то они хуже убийц. Ибо убийца поражает смертное тело, а неверие поражает бессмертную душу, говорит святой Иоанн Златоуст. Вот и так и все. Она не знает, что. Андрей Александров. Мир вам, Игнать Тихонович. Всегда радостно получать от вас письма со стихами или проповедями в стихах. Или как сейчас предупреждением об опасности. Об опасности. Да, об опасности. Благодарю вас за заботу о моей душе. Что может быть выше в дружбе, чем искренняя забота о спасении души? Сирахов 6.17. Да, сатанисты вполне официально сегодня имеют много власти, денег и влияния на людей. И дьявол искусно завлекает в свои сети души, не знающие Христа. Но упомянутые вами люди, на мой взгляд, к таковым не относятся. Они лишь тщеславны. И не имея харизмы и больших знаний не могут влиять на ваших друзей. Не переоценивайте их и не обращайте внимания. Каждый из них заблуждается в меру своей греховной страсти. Ну, тут он говорит, не думая от сатаны. Прямо Господь сказал, отойди, сатана, даже не так. Это от сатаны люди, что слуги дьявола. Они выискивают, с кем я переписываюсь, и их начинают грязью заливать. Где-то что-то там, где-то ни одного стола нету есть. Нету. То есть чужую блевотину сожрали и теперь сблевывает на них. Я уже стал буквами только указывать. Матфея 15-14. В свою очередь хочу вас попросить отвечать всем недругам и эритикам на их выбоды только проповедью. Тогда видно будет, кто чего стоит. Их труды не читавашим. Когда вы отходите от проповеди, то многие забывают, кто есть кто. Вы же можете в вашем храме говорить слово. Если не для общины, то для зрителей вашего канала в ютубе. Вот одна из моих любимых проповедей. Слава Христу! Дальше. Сергей Игнатов. Мир вам, мужи, братья! Прошу оставлять комментарии под вашими видеороликами. О чем в них говорится? Что полезно для души или чего следует остерегаться? Если подается для обозрения какая-то мертвичина духовная, то зачем к ней прикасаться? Смотреть или слушать? Не нуждаются в представлении, а только в раскрытии содержания. Да и то не всегда. Видеоролики нашего строгого и доброго наставника и советника в Христе, данного всем нам самим Господу Богом. Аминь. Роман Фроликов. Чтобы создать общину, надо благовествовать. Другого способа нет и не будет никогда. А благовествовать это рассказывать всем и каждому на вашем пути о жерти Сына Божия Иисуса Христа на кресте вместо нас. Кому-то устно рассказывать и кому-то письменно подарить книгу Евангелия. Таким образом благовествовать саму себе тоже. Евтушенко Сергей. Вот такой вот выставил там, но дальше. В итоге оказалось, что двери в ТЦ в этом центре в Кемерово были не заперты. Люди сами себя закрыли в помещении. Вся вина по сути лежит на людях, которые приняли ТЦ к обслуживанию. Во-первых, детская площадка была вся из поролона и во-вторых, материалы, которые использовались в отделке ТЦ не соответствовали никаким требованиям. За 30 секунд дым и пламя охватили этаж. Люди просто не успели даже выбежать в открытые двери. Виталий Калиников. Реаритетное теперь уже видел. Это старое какое-то видео, нашел такое. Наталья Усатая. Средства массовой информации только сегодня не скажут из мухи сделают слона. И виновны окажут сами люди, как всегда в таких случаях. Евтушенко Сергей. Этот мужчина потерял в пожаре трех детей, жену и сестру. О чем вы говорите? Наталья Усатая. Я имею ввиду, что всю вину сбрасывают власти на людей. Евтушенко Сергей. Кто сбрасывает? Где вы это увидели? Наталья Усатая. Главный виновный в Австралии загорает под ярким солнцем. Евтушенко Сергей. Долго не молчи, быстрее, время-то идет. Он-то в чем виноват? Это просто инвестор. Евтушенко Сергей. Он просто средства инвестировал, а строили и принимали объект в эксплуатацию совсем другие люди. Наталья Усатая, который на всем сэкономил. Евтушенко Сергей. Вообще-то экономить нормально и любой бизнесмен экономит. А органы, принимающие объект в эксплуатацию, должны проверять, соответствует ли он требованиям безопасности. Марина. Мир вам, Игнает Тихонович. Сегодня смотрела событие дня. Зачитывалось мое письмо к вам. Написано заранее. Спешу сообщить. об изменениях в моей жизни. Первое и самое важное на мой взгляд это то, что доверилась Богу и уволилась. Дорабатываю последние дни и в пятницу меня рассчитают. Второе занялась поиском денег на дорогу в Потеряевку и на путевку в Лагерстан. По предварительным подсчетам на двоих мне необходимо 34 гривен. 34 тысячи. гривен. Это 74 тысячи 116 и 06 рубля. Считаю, что для начала можно продать телевизор, он только вред приносит. Еще мне позвонили по поводу новой работы. Это рисовать портреты на памятниках. И в понедельник иду на собеседование. Или в пятницу. Чувствую божественную помощь. Отчаяние, печаль испарились. Тут еще бывший муж позвонил, хочет в Польшу уехать. Просил, чтобы я написал отказ от алиментов, так как его не выпустят из страны. Выяснилось, что по закону долг составляет 83 тысячи рублей. Это 180 930 рублей. 37 копеек рублей. Подключили все его родственники, просят за него. Могли ли вы посоветовать, как не поступить? Заранее благодарю вас за все. Игнатий Лапкин. Как так? Дитя то общее и по закону он должен отдать то, что присудили. Не сдаваться. Но чтобы они вам пакости какой не сделали, да поможет вам Господь Бог. Пусть отдаст все сполна. Становимся на молитву. Марина, спаси Христос. Владимир Х. Мир вам. Смотрел ваш ролик дядя Вова. Очень грамотно вы разбираетесь во свете Библии. Мало грамотных людей среди попов. Такое ощущение, что все не бывшие курсанты военных училищ. Все им воевать хочется. С уважением, Владимир. Вот это и погибет. Царь Николай на этом сгорел. Я солдат до гробовой доски. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Хорошие ролики получаются с Виталием Калинниковым. Искренне так считаю. Может потому, что он по характеру человек малоэмоциональный и спокойный. Так видится, по крайней мере. И это уравновешивает вашу напористость, эмоциональность, энергичность. Сбалансированная такая беседа получается. Добавим еще один в нашу коллекцию ваших высказываний. Как мне доказать, что я их святых Сергия Радонежского и Серафима Саровского почитаю? Деревянные их иконы что ли сживать и съесть? То есть я тут говорю, как доказать-то? Я должен съесть икону эту или как? Он у меня Сергий Радонежский стоит икону. Хотел спросить, Иной Тихонович, давно не видел ваших новых бесед с замечательным отцом наума из Тбилиси. Здоров ли он? Игнатий Лапкин. Могу вызвать сегодня же Марина С. Мир вам, Игнатий Тихонович. Помолитесь за новопредставленную рабу Людмилу. Сегодня в 14 часов Господь призвал ее душу. Всем братьям и сестрам низкий поклон. Всех люблю, помню и молюсь за всех. С Богом и его любовью. Представленным. А когда пишут представленным. Представленным, то есть его к стенке прислонили, он стоит мертвец. Игнатий Лапкин. Встаем на молитву. Мы ежедневно и ночью молились за Людмилу. Царство ей небесное. Да дарует жизнодавец милосердный Иисус Христос. Благодарим за сообщение о нашей сестре Людмиле. Рахиль Зе. Не могу попасть через ноутбук на занятие. А с телефона неудобно. Звук слабый. Два часа держать на ухе. Какие-то запросы делает этот значок. Раньше было хорошо. Вызвал, принял и участвуй. Значок захода на занятие. Виталий Калиников. Раритетное теперь уже видео. Наталья Усатая. Средства массовой информации только чего не скажут из мухи сделать слона. Повторяется. Да. Это, пожалуй, почему-то так. Игнатий Лапкин. Статистика бегущая на все. 61 позиция. Ну, здесь надо смотреть сколько умирает. Притом, цифры все время меняются круглосуточно. Прям бегут. Виталий Калиников. Тоже показал. В благодарность президенту США Дональду Трампу за признание Иерусалима столицей Израиля. Зарождающийся Синдерион и образовательный центр Микдаша храма принял решение выпустить серебряную монету достоинством полшекеля. Образ президента Трампа будет выгравирован вместе с изображением древнего персидского царя Кира, который способствовал созданию второго храма, который положил конец вавилонскому изгнанию в 538 году до н.э. вавилонскому 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 проповедь. Страшно подумать, как каждый день сколько людей во всем мире умирает. Отец Игнатий, скажите, пожалуйста, а можно ли христианину сдавать свою кровь или какой-то из органов, например, почку или сердце, чтобы спасти жизнь другого человеку. В Кемерово все сдают кровь, стоят в очереди. Что говорят каноны Слово Божие? Слава Иисусу Христу! С Богом! Во Слава Божию! Давай! Думает, просто встряпать сегодня в пятницу сестра старшая и благословление просит. Жду ответа. Игнатий Лапкин. Когда мы были в дальних поездках за границей, то мне сделали завещание на русском, немецком, французском, английском. И там относительно моего тела было все прописано, чтобы и умершего не брали ни одного органа, и что я отказываюсь от переливания или взять у меня крови. И это не означает, что переливание крови грех. Просто я так поступаю. Кому сколько жить, ни дня не прибавишь. Тут в городе Элиста Калмыкия переливали кровь 475 детям и всех заразили спидом. Оказалось, что эта зараза проявляется только после 4 месяцев после взятия. Анализы были нормальные. Ни в Святой Библии, ни в канонах про переливание крови не могло быть написано, ибо этим не занималась медицина. Но если бы кто из близких попал бы в аварию и никого не было рядом, а иначе умрет, тогда бы сдал кровь. Конечно же бесплатно. Наталья храм и торговля несовместимы. То есть они много спорили вчера насчет торговли, там, вот я сразу раз выставил материал. Известные в крае кавычки открыты православный проповедник Игнатий Лапкин твердо исповедует Солженицовский принцип жить не по лжи. Несмотря на жесткую критику многих православных хирархов, его позиция находит понимание и у архиереев русской православной церкви. На прошлой неделе его скромное жилище посетил епископ Барнаульский и Алтайский Антоний Масендич. Епископ принял трапезу в доме проповедника, в ходе которой они обменялись мнениями о практике совершения на Алтае различных православных обрядов. Существует выражение «отмывать деньги, добытые преступным путем». Почему добытые? Добытые. Добытые, да. Это делается, как правило, через вложение пахнущих грехом окаянных тугриков в законное производство. Деньги пахнут. Знаешь, что такое тугрики? Деньги? Ну да, вот у монголов. Это известно уже минимум как 3600 лет со дня написания Торы первой части Библии. «Не вноси платы плодницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ибо то и другое есть мерзость перед Господом Богом твоим». Второзаконие 23.18. То есть на строительство и содержание церкви не должно принимать пожертвования из сексиндустрии или добытого за алкоголь, наркотики, табачное преступным путем. Но самые преступные деньги получены за продажу человеком его души. За все берут. И когда указание было, чтобы цены не назначали они, а пожертвования, те же цены оставили пожертвования. Ну обман такой, рассчитано все совершенно на балбешек. А это делается тогда, когда человека обманом завлекли в торгашеские отношения с Богом, устраивают индульгенции, симонию за деньги. Симония, за деньги пытаются откупиться от возмездия за грехи без исправления жизни. Все прощения и милосердия Бога человека Иисуса Христа безграничны. И только дважды Спаситель мира с грозным своим обличением прибавляет немедленное наказание. И случилось это в самом святом месте, в Храме Божьем, где алчные духовные вожди устроили дом торговли, верте прозбойников, продавая в доме молитвы жертвенных животных, сплет шибич из веревок. Сын Божий изгнал служителей Мамоны и запретил навсегда даже проносить через храм какую-либо вещь. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. 1 Калифином 10 глава 6 11 стих. Обличаемые совестью корыстолюбивые священники и архиереи лишь на следующий день попытались отомстить ангсту Божию за рассыпанные на полу церкви дивиденды. Ради гнусных прибытков тогдашние менялы и обиралы через Верховный Совет, через Думу протащили закон о том, что жертвенных животных можно покупать только у них, хотя бы человек имел и свои тысячные тары овец. При своем епархиальном управлении продавали голубей, овец, волов в 13 раз дороже номинальной стоимости. Но еще Карл Маркс уверял, что при 400% при 400% выгода нет такого выгода нет такого преступления и даже под страхом виселицы, на которую не пойдет капитал. А церкви умудрились добывать прибыль до 2000% до 2000% склонять не может. Это цена крови. Матфея 27 6 И как сказал патриарх Алексей 2 Кавычки открыты. Каких бандитов принимает церковь? Настоятель превращается в диктатора. Все чаще поступают жалобы на то, что от священников пахнет водкой и табаком. Нередки случаи, как мне известно, и ссоры между духовенством и приходскими советами из-за дележа собранного. Это патриарх говорит, кавычки закрытые, а потом показывает, откуда это. Господь Христос предупреждает, не можете служить Богу и мамоне. Невозможно соединить благоговейную тишину молитвы и базар торговли. Официальная хроника Московской патриархии, номер 2, 1993 год, страница 18, номер с 1 по 3, 1994 год, страница 34 по 38. И притом торгуют нечистым, к чему, как к мерзости, нельзя прикоснуться, чтобы не оскверниться, ибо повелено Богом приносить ему жертву только из чистого воска, из чистого илея, все чистое, а нечистое нечистому, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. Левит 10.10 От нечистых невосковых свечей портится ликий икон, зрение прохожан. Каноны православной церкви категорически запрещают ввести какую-либо торговлю в храме и церковной ограде. Приближалась Пасха иудейская Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и валов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дом отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня. Иван Глятианов, 2 глава с 13 по 17 стих. Назвал домом торговли, не делайте домом торговли, вот оно где. Так, давай дальше. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы минощиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой, домом молитва налечется, а вы сделали его вертепом разбойников. Первый раз он назвал его домом торговли, а второй раз уже перед смертью вертепом разбойников. Матфея 21, 12. Кавычки открыты. Никто не должен внутри священных оград кормченицу, корчевницу, или различные снеди поставлять, или иные купли производить, сохраняя благоговение к церквам, ибо Спаситель наш и Бог житьем своим во плоти получая нас, повелел не творить дома отца своего домом купли. Он и пеняжникам рассыпал деньги и изгнал творящих святых храм мирским местом. Посему, если кто обличен врещенном преступлении, да будет отлучен. 6-й Вселенский собор 76-е правило. Отлучен. Подобавь в церкви стоять со страхом и трепетом, и Бога молите со слезами о своих согрешениях, а без шептания бы и роптания, и преднословия, и непотребного рассуждения, и судов, и повестей, и иных неподобных речей, и словес во время божественного пения, никогда бы не именовалось, потому что священные апостольские и отеческие о всех неподобных делах заповедуют, и под запрещение полагают, как и Господь, Бог наш, войдя в церковь, и найдя в ней продающих и купующих валов и голубей, и сделав вещи из веревок, и знав всех бесчестных из церкви, и в церкви все опрокинул, уменял столы, и продающим голубей сказал, возьмите это отсюда, и не делайте так, и сказал им, храм мой, храм молитвы назовется, а вы же сделали его вертепом разбойников, кавычки закрыты, то насколько более надобно священникам о церковном порядке заботиться, и бесчинникам запрещать, и после первого, второго предупреждения повелевать таких таковых изгонять вон и от церкви отлучать, пока не справится, стоглавый 38-й, стоглавый правило, Бог установил содержание священства и храма за отдание каждым членам церкви десятой части со всех своих доходов, и всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу, это святыня Господня, Левит 27-30, а сынам Левия вот, я дал в отдел десятину из всего, что у Израиля, за службы их, за то, что они отправляют службу в скине собрания, число 18-21, туда приносите все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, второзаконие 12-6, и начатки из молотого хлеба нашего, и приношения наших, и плодов со всякого дерева, вина, и масла, мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего, и десятину с земли нашей левитам, они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие, Ниеме 10-37, со дней отцов ваших вы отступали от уставов моих, и не соблюдаете их, обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Солов, вы скажете, как нам обратиться, можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня, скажете, чем обкрадываем мы тебя, десятину и приношениями, проклятием вы проклятые, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Солов, не открою ли я для вас отверстия небесные, и не изолью ли на вас благословение до избытка, я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Солов. Малахия 3 глава 7 по 11 стих. Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю установлением вечным, с начатками и десятинами произведений земли, и начатками из шерсти овец, и отдавал это священникам, сынам Аароновым для жертвенника. Десятину всех произведений давал сынам Левиин, служащим в Иерусалиме, другую десятину продавал и каждый год ходил и сдерживал ее в Иерусалиме, а третью давал кому следовало, как заповедовала мне Девора, мать отца моего, когда я после отца моего остался сиротою. Книга Тавита, 1 глава, 6 по 8 стих. В Киеве на месте гибели первомучеников Феодора и Иоанна была воздвигнута Десятинная Церковь во имя Успения Божьей Матери, ставшая центром общерусского сбора церковной Десятиной, пожалованной Церкви Святым Князем Владимиром Василием в Крещение. Деньги или подарки запрещено брать за Крещение за Таинство и Требуя. Кавычки открыты. Если кто епископ или пресвитер или диакон деньгами это достоинство получит, да будет извержен и он и поставивший и поставивший и от общения совсем да отсечется, как Симон Волх, апостольская 29-я, 6-й Вселенский Собор 23-е правило 100 главы 44-45 правило Если Слово Божие угрожает погибелью всем идолопоклонникам служителям Меркурия Бога торговли обманывающему обвешивающему делающему пересортицу проданные свечи перепродают по несколько раз или тушат свечи не давая им сгорать воруя на огарках хотя закон глазит Богу всесожжение то почему бы раз и навсегда не выбросить торговые точки из храмов это слово всесожжение встречается в Библии 270 раз Псалом 50-й 18-й 21-й и Марка 12-33 Тут и встает вопрос если нет катехизации оглашения длительного следовательно на учения приходящих то ясно что нет и обращения рождение свыше нет общины нет единой послушной церковной семьи нет и спасения все чужие друг другу нет дисциплины и никто не будет платить налог десятину церковную а деньги-то нужны в любом случае пошли по иному пути церковники епархии человек грешит потом хочет замолить грехи больше покупает свечей больше грешит больше доход грехами народа моего кормятся они оси 4.8 а при позорной проклятой богом церковной торговли душами и телами нет ничего духовного но греховное пришел ушел все чужие друг другу и добытые таким преступным путем деньги в храме издают запах крови и тлена и пока не выбросят комки из храма это не храм дом молитвы говорит любящий нас Иисус но разбойничий притон дом торговлю в честь покрова Богородицы в честь покрова Богородицы в честь Николая Угодника и в честь Александра Невского Время и деньги 05-03-1996 год номер 13 Добрый плотник Благодарю Игнать Тихонович Очень интересная и пугающая информация в онлайн Видно как враг душ человеческих ежесекундно работает на смерть людей Разве не знаете Разве вы не слышали Разве вам не говорено было от начала Разве вы не уразумели из основания земли Он есть тот которого седает над кругом земли и живущий на ней как саранча перед ним Он распростер небеса как тонкую ткань и раскинул их как шатер для жилья Он обращает князей в ничто делать чем-то пустым судей земли Едва они посажены едва посеяны едва укоренился в земле ствол их и как только он вдохнул на них они высохли и вихрь унес их как солому Кому же вы уподобите меня и с кем сравните говорит святый Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите кто сотворил их кто выводит воинство их счетом Он всех их называет по имени по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает Исайя 40 глава 21 по 26 стих Игнатий Лапкин Глава от стиха отделяется только двоеточие Мусейнов Рустам Понятно Да при операциях и переливаниях чаще всего и заражают всякими инфекциями и вирусами Роман Фроликов По вере вашей да будет вам У меня складывается впечатление что заражаются люди по вере своей в то что их заразят в то что им сказали что они заразились когда была простая ошибка лаборанты или нарочно сказали следующий состав крови так же как с прививками нерадивым медикам нужно как можно больше больных людей иначе работы грантов не будет с прививками и статистику можно подделать для этого же Гусейнов Рустам если у вас есть такая вера Роман что переливание крови вас никто не заразит я только рад этому тем самым вы можете увеличить свой крест и умереть из-за кого-нибудь эмоционного заболевания и вряд ли это будет во славу Господа разве что только по глупости самоубийцы царствия Божия не наследует читайте вы Евангелие интересно в каком они круге ада находятся подданьте Роман Фроликов поверь ваше да будет вам Евангелие все возможно верующему апостол святые шли благовествовать о спасителе Христе слава ему тем кто их убивал а вот наглую сатанинскую ложь про мое самоубийство говорите если я буду верить в его защиту то мне ничего не должно быть страшно боязли у царствия Божьем нет как бы не было страшно быть в тюрьме первым христианом как не было Гусейн Фрустам очевидно вы в прелести Роман мне вас жаль изучайте писание хорошо перед тем как идти раздавать Евангелие самим Арман Фурдиков наглую сатанинскую ложь приняли те кто думает или выучит тому что сегодня ему или другому нельзя идти благовествовать это противники дела Божьего благовестия слуги рабы антихриста те кто мешает его делу благовестию кто говорит о том что якобы какая-то прелесть может помешать кому-то идти на благовестие Наталья Усатая надо каждому священнику подарить кнут чтобы он им напоминал о гневе Божьем может хоть один и покаяться Гусейн Фрустам не исключено судя по вашим ответам что вы на грани психоза совершенно безграмотный человек который несет всякую чушь и тычет ей каждому тут в чате вам уже замечания делали неоднократно и это уже не первое поползновение на тему благовестия вам уже отвечали не один раз а вы все равно свое гнете Роман Фроликов раз мое благовестие якобы во вред значит мне якобы нельзя благовествовать чтобы не вредить что вы накручиваете по змеиному что вы выкручиваетесь по змеиному Наталья Усатая Роман Фе вы все толкуете на свой лад выворачиваете наизнанку что в вашей голове что в вашей голове что за мысли Гусейн Фрустам вы основываетесь на своих собственных рассуждениях и домыслах поэтому ваше благовестие может нанести вред а нужно основываться на основании Библии и предания отцов церкви будьте мудры как змеи и просто как голуби так Господь заповедовал мне самое главное Роман Фроликов что я выдумал какие мои слова не сходятся с Библией и с предания святых отцов отец Игнатий как хорошо что вы мне папкой высылаете я сразу всем кого знаю рассылаю кто хочет примут это не это говорит это Наталья кто хочет примут а кто не хочет их дело главное донести чтобы не сказали что не знают спаси Христос Игнатий Лапкин Хорошая статья Наталья Усата Да очень Такую борщи нигде не найдешь Ну про торговлю Ну и далее стихотворение Да Я был прав когда себе сказал сознательно и доказав поверил что был неправ живя один средь скал где только горные козлы довоют звери пришлось мне размонашить свой уют пойти на проповедь заботой о ближних Язычники церковные со всех сторон плюют в своем кругу меня считают лишним на сотни раз не прав что обольщался что верил в покаяние священством что достучусь к церковному начальству найдется среди них хотя один кто честный кто крикнет осознавший заблуждение без Библии вся паства темный лют святая проповедь важнее богослужений они они же фыркают и смачно так плюют на мне нет места чистого их слюни благословение с брением что прав моего свой путь пройти дает он мне дает он тем кто его любит хитон Христа прикроет от осуждения голых не прав не прав когда не мог так долго согласиться что враг давно и в алтаре рыкает тешит бесов а я все ждал Россия возродится не блудница раскрашенной а чистой невестой не прав не суждено надеждам дать росток без Библии пустыни черный храм дымится отвержен кто людьми обнимет тех Христос такая участь всех кто свыше возродится 5 октября 2004 года Игнатий Лапкин Рустам отличный глубокий стих я его понимаю и полностью осознаю через призму своего развития во Христе слава Иисусу Христу спаси Господи вам Иной Тихонович понимая вашу любовь к людям я осознаю с каждым прожитым днем насколько я жалок своей гордости помолитесь за меня грешного чтобы Бог мне дал такую же любовь к людям как у вас аминь Роман Фроликов Иной Тихонович мир вам дайте пожалуйста ссылку на видео где Роман малыш читает насмешливо слово Божие или молитву мне это надо для опыта чтобы определять кто насмешливо читает а кто нет или подскажите какие события там еще происходят в этом ролике или как он называется приблизительно не знаю не записывали ролик это на молитве было мы молились и все но потом кто ему записал отдельно да я записывал ну где это сохранилось нет не знаю ну вот так с Артисон Валентина без Библии в пустыне черный храм дымится выдержка из стихотворения да да в кавычках а я бы хотела к этому добавить что без Библии на понятном русском языке я уже говорила что наш священник отец Артемий уехал на Украину и будет служить в Киеве в храме что принадлежит МП Московской патриархии большой его заслугой было то что у нас не было торговли в храме и все библейские и псалтырные чтения часы были поставлены на русском и на немецком языке для всех понятном это в Германии служит за это я его на прощание поблагодарила с низким поклоном но вот у нас теперь появился новый священник отец Леонтий иеремонах прибывший из России из Холмогор и последнее богослужение проводил уже он а это было в субботу когда праздновалась похвала Богородицы и читалось утреннее с каноном и Акафистом все читалось на славянском языке включая Шестопсалмии мы стояли как бараны ничего не понимая когда мы батюшки сказали что ничего не понимаем и славянский язык мертвый язык язык он ответил что мертвы это те которые не понимают славянский на ущелонах домой уехали с тяжелыми чувствами думаю что стоит ожидать гонений с другой стороны если не будем молчать Марина вы просто расковыриваете мою душу и это больно это она мне пишет ну не останавливайтесь благодарю вас за то что вы так близко хоть и так далеко Роман Фроликов вот и здесь обман и лгут что я на всех говорю обличения тех кто мне благовестует к ним мои и божие обличения Валентин Сортисон благодарю Никита очень своевременно сейчас перепишу себе в тетрадь Наталья Усата Никита ходит на благовестие Спаси Христос за молитву уже 54 минуты ну надо закончить конечно тут еще много 52 страницы у вас да нет там другое Валентина Сортисон Роман эта тема для тебя уже стала как психоз навязчивая идея все нам уже давным-давно понятно с той поры когда услышали о благовестии еще из уст Христа и апостолов а ты все толкуешь то да потому толкешь толкешь то да потому пора уже на этом успокоиться нам все уже понятно и с обличением мы согласны а для себя молись и благодари Бога за этот дар что получил и проси чтобы не отнял я для себя молюсь каждый день и прошу Бога чтобы Он послал мне людей которым бы я могла сказать о Христе случается что и посылает Гусейнов Рустам соглашаться с обличением без основательного человека который по всей видимости впал в прелесть и никого не слышит и не видит это по меньшей мере неразумно и опасно это он уже к роману а также евангелизировать таким людям тоже не стоит да был бы тут рядом коммерсант я бы тебе пояснил популярно что вбрасывать мамону на православные чаты это как минимум грешно это какая-то зашла тварь там все время Роман Фроликов я например давно понял из уст Господа благодарение ему все что есть в мире похоть отчеек похоть тело и гордость житейская а вы все рассматривайте природные черты лица этого мира но через некоторое время опять рассматривайте этот мир как будто вы не верите словам Божьим об этом мире что дела его злые поэтому у вас нет ни времени ни веры в то что спаситель сам слава ему поможет тому кто не ждет когда к нему придут послушать слово благой вести но сам идет к людям ведь каждый хочет хоть раз услышать о жертвенной любви к нему к этому человеку другое дело примет ли оцененного хвала ему этот человек или не примет как своего личного спасителя это в руках Божьих не плоти кровь открыли тебе это что я мессия но отец мой открыл тебе он дает или не дает человеку веру по нашим благовещенческим словам и делам вот и я призываю вас которые настолько духовно возросли что видят кто в прелести и кто не в прелести пойти на благовестие к людям и рассказать им как вы мне рассказывали про меня что они в прелести что они неправильно живут как это делал Гнат Тихоныч мир ему в тот же вечер когда узнал о Иисусе Христе благодарение ему это и будет ваше благовестие если вы после обличения укажете им на путь истинную жизнь описаны в книге Евангелия Скляренко объясните что конкретно вы думаете надо делать чтобы не вызывать ваше обличение то есть что вы понимаете под благовестием Роман Фроликов читайте выше я уже писал об этом не один раз Николай Скляренко Николай Скляренко нет что конкретно делать что находится в рамках благовестия а что за ними Игнатий Латкин мир вам дорогая Юлия теперь вы полностью свободны от всего что мешало вам приехать к нам летом и тут побыть приглашение к вам остается в силе к 10 июня будьте тут и из Барнула вместе по Юню в Потеряевку на все лето пока не спешите не погружайтесь еще более вниз то есть одна знакомая Юлия и она полностью потеряла все с теоретиками спуталась ну тут оставим теперь дальше до сих пор все на этом Володя устал Игорь считает такой говорит как не доспал игорь Продолжение следует...